здравствуйте друзья если вы смотрите это видео значит вы зашли на сайт пробуждения на мою страничку я ирина никитина регрессолог психолог и руководитель русской школы регрессионных исследований я провожу сеансы регрессивного поиска и трансовой психокоррекции по авторскому методу татьяны макаровой и что я хочу вам сказать сейчас для того чтобы вы поняли лучше поняли свои мотивы свои вопросы и эффективнее провели этот сеанс вместе со мной очень много у людей бывает страхов сомнений вопросов каких-то перед тем как начать сеанс регрессии и я хочу ответить на некоторые вопросы которые смущают людей просто потому что они не обладают должной информации и в первую очередь страх страх того что с вами будет что-то необыкновенное что-то такое чего вы никогда раньше не переживали и не будет ли это для вас опасно вообще в первую очередь пугает слово гипноз потому что у многих при этом возникает такое воспоминание скажем так или такой шаблон клише который нам много раз виделся в различных кинофильмах или там каких-то рекламных роликах как мощный какой-то гипнотизер в делает какое-то воздействие на человека тот ничего потом не помнит ничего не знает но делает потом то что хочет этот гипнотизер то есть он теряет свою волю он теряет свою самостоятельность и я сразу хочу сказать что в сеансах регрессивного поиска регрессивного гипноза ничего подобного быть не может во первых что такое регрессия если мы обратимся к словарю то это движение назад это в любом совершенно в любой как бы отрасли нашей жизни в технике в механике физике это движение назад и регрессивный поиск очень широко применяется гипнотерапевтами психотерапевтами уже много-много лет при проработке детских психотравм когда вы идете своими воспоминаниями в глубину своего детства и естественно что следующий шаг проработки подобных программ это изучение пренатального периода то есть когда человек находится в чреве матери и следующий шаг это будет изучение прошлых жизней то есть все логично ничего сверхъестественного нет всегда сеанс регрессивного поиска проводится в тесном контакте с сознанием клиента то есть сознание не отключается полностью работа проводится в альфа состоянии мозга это медитативное просоночное состояние которое для нас совершенно естественно биологически мы как минимум два раза за сутки бываем в нем достаточно долго это когда мы просыпаемся и когда мы засыпаем ну плюс-минус несколько раз за день когда происходит такая автоматическая перезагрузка мозга где-то в течение нескольких секунд то есть я хочу сказать что это не чье-то будет постороннее воздействие это ваше естественное биологическое состояние мозга которое вы и без гипнолога и без регрессолога проходите несколько раз за сутки далее всегда по крайней мере я и я так учу своих учеников все перед сеансом проговариваются все сложные моменты ведется достаточно обширная предварительная беседа для того чтобы выяснить все нюансы запроса клиента на запросами тоже не все так просто бывает сейчас уже практически никто не приходит с запросом просто так походить по прошлым жизням и погулять посмотреть кем он там был до собачкой жучкой или клеопатрой то есть в общем то такой вопрос практически ни у кого не возникает чаще всего люди приходят уже с четко обозначенной проблемой которую они хотели бы выяснить в сеансе регрессивного поиска что это бывают за проблемы каких областей нашей жизни они касаются в первую очередь это всегда состояние здоровья то есть если есть какие-то допустим вопросы по внезапным болезням или наоборот хроническим болезням или тем болезням которые считаются как-то перед переданными по роду генетическим узнать ментальную причину этих заболеваний потому что мы же знаем что наше физическое тело оно не само по себе оно связано с тонкими телами и если есть какие-то повреждения в тонких телах наших то рано или поздно будет реагировать и физика и если вы посмотрите допустим многие сеансы не только мои но и учеников русской школы регрессионных исследований то там есть такие сюжеты когда после прохождения сеанса уходили боли иногда даже рассасывались какие-то на спайке уходили миомы проходили головные боли то есть вот совершенно четкая физическая реакция на работу далее что еще интересует людей вторая большая часть запросов это отношения отношения между людьми между близкими людьми то есть это родители и дети это братья и сестры это муж и жена это коллеги по работе то есть все что касается социальных связей и здесь просто поле непаханное что называется можно посмотреть ну буквально любую мелочь и посмотреть и кармические связи и родовые программы которые отзываются на наших взаимоотношениях с людьми и какие-то свои скажем так ошибки ошибочные действия которые привели к к этим действиям ну или какие-то чужеродные воздействия далее еще какой запрос бывает достаточно часто это финансовая сфера то есть финансовыми финансы это же эквивалент нашей энергии вообще по жизни да то есть если у человека вдруг с какими-то с чего-то вдруг начинаются проблемы с финансами либо они были всегда у него сколько он себя помнит то есть смысл разобраться а где произошел затык потому что при нормальном состоянии вещей мы не должны испытывать финансовый недостаток то есть мы должны спокойно принимать и должны спокойно отдавать то количество энергии которые мы в состоянии переработать потому что еще раз повторюсь деньги это эквивалент нашей энергии далее что еще интересует часто людей иногда бывают какие-то случаи необъяснимые которые человека беспокоят но он не может дать им обоснования или объяснения то есть это какие-то сны загадочные которые повторяются достаточно регулярно это свидетельство аномальных явлений допустим полтергейста или видите нло или каких-то сущностей вот которых ну не можем видеть в обычной жизни но человек вдруг их увидел то есть чем это объяснить человек мучается вопросом когда он обдумывает этот эти события и зачастую выстраивает себе некое объяснение которое его в общем не сильно устраивает и вот это как раз очень удобно и хорошо можно просмотреть сеансе регрессивного поиска как нужно готовиться к этому сеансу нужно ли предпринимать какие-то особые меры подготовки скажем так перед тем как погрузиться в регрессивный поиск подобного рода мысли они связаны с тем что люди опять же ошибочно считают сеанс регрессивного гипноза чем-то сродни эзотерической какой-то практике до которая требует специальной подготовки для этого сеанса не нужно спец подготовки достаточно того что вы будете выспавшийся и так ну не голодный скажем так то есть человек должен прийти не голодный и отдохнувший почему именно так дело в том что в процессе работы в сеансе у человека тратится достаточно большое количество энергии чисто физической энергии сеанс может быть как бы растянуться на некоторое время и это но занимает силы да то есть силы у вас должны быть не нужно читать мантры перед этим не нужно читать какие-то молитвы не нужно соблюдать пост не нужно проводить какие-то очистительные процедуры единственное что нужно сделать это хорошо сформулировать тот запрос с которым вы хотите прийти то есть то о чем я уже говорила если у вас запрос сформулировать самостоятельно не получается то это нужно проговаривать вместе с регрессологом в предварительной беседе не нужно стесняться отвечать на вопросы регрессолога это все не из пустого любопытства а оно помогает выстроить правильный правильный маршрут сеанса введения и тут я хочу сейчас сказать что для облегчения такой работы есть анкеты есть анкеты есть соглашение каждый регрессолог в принципе сам для себя решает какого вида у него дополнительная такая документация будет присутствовать для чего это все делается ну во первых соглашение о обработке личных данных она требуется законодательством нашей страны и мы работаем в этом законодательном поле поэтому мы подчиняемся этому далее есть у нас перечень противопоказаний на сеанс и у меня он хотя небольшой но достаточно емкий и туда например входят психические заболевания в первую очередь то есть шизофрения различные психозы и полярное расстройство окэр в средней и тяжелой форме вот такие люди ну как бы им не рекомендована трансовая работа потому что она может осложнить их состояние далее в качестве отвода от сеанса я стала создавлю такие заболевания как астма не астматический синдром а именно астма которая требует постоянного приема лекарств потому что когда человек будет лежать в трансе он может не успеть принять вовремя лекарства и тоже получить вред здоровью это не нужно нам совсем далее эпилепсия и судорожное состояние по той простой причине что они возникают внезапно человек это состояние не контролирует и это тоже может нарушить нам и ход сеанса и вообще принести ему вред поэтому отвод однозначный далее я не беру никогда в работу людей в алкогольном состоянии в состоянии алкогольного опьянения и наркотической зависимости по той простой причине что они под воздействием химических веществ уже ну как бы связи в мозгу работают по-другому и вопрос о беременности некоторые регрессологи работают с беременными клиентками но я не беру в работу клиенток таких потому что скажем по этическим соображениям не потому что мамочки будет плохо или ребенку будет плохо на физическом уровне а просто потому что согласие на трансовую работу мне дает женщина она по факту приходит вдвоем и я уважаю права души ребенка поэтому я предлагаю таким мамочкам дождаться пока они родят и после этого если они захотят прийти на сеанс и нормально поработать более подробная информация об ограничениях и условиях приема в условиях оформления всех документов размещена на моей странице пожалуйста проходите ниже знакомьтесь и принимайте такое решение после того как вы ознакомились с этими условиями вы можете забронировать место на сеанс связавшись с организаторами и уточнить для себя дату и время этого сеанса также вы можете уточнить форму сеанса онлайн или очно очно проводятся сеансы с адаптометрией причем только очно потому что для проведения этой диагностики мне обязательно нужен человек в живом виде иначе я никак не смогу сделать если же сеанс без адаптометрии то вы можете применять ну как хочется можете приехать очно можно сделать это онлайн и после того как вы приняли решение о сеансе вы знакомитесь с анкетой эта анкета составлена таким образом вопросы в ней подобраны для того чтобы мне четче понимать предрасположенность скажем вас к той или иной блокировки то есть вопросы у меня составлены таким образом что я уже по вашим ответам составляю себе маршрут сеанса куда бы мне обратить нужно повышенное внимание безусловно вы можете не отвечать на эту анкету но просто я все равно буду задавать эти вопросы перед сеансом и это удлинит нам заберет у нас драгоценное время сеанса удлинит нам предварительную беседу если вы не знаете как ответить на этот вопрос можете ставить прочерк или пишите не знаю или нет информации как бы мне будет тоже понятно вот после того как вы заполните анкету оставляете это все на сайте мы связываемся и тогда уже работаем в сеансе и буквально несколько слов я хочу сказать о ходе нашей работы в сеансе что вас ожидает как я уже и сказала вся работа проводится в состоянии мягкого транса или в альфа состоянии мозга то есть вы сохраняете свое сознание мы только убираем его критическую часть чтобы она нам не мешала получать нужную информацию что это означает это означает что вы четко понимаете где лежит ваше физическое тело где она находится лежит она или сидит вы будете понимать что вы со мной разговариваете вы мне отвечаете вы будете понимать что вы ясно осознаете вообще как бы окружающее пространство да но она вас совершенно не касается вас не будут волновать посторонние звуки они не будут вас отвлекать можно даже дать установку что они будут вас еще глубже погружать то есть все это по возможности проговаривается если у вас есть какие-то страхи касательно сеанса или касательно той информации которая может у вас открыться не стесняйтесь их озвучивать потому что это тоже форма запроса форма работы в сеансе и чтобы там не случилось я знаю что с этим делать и кстати ученики мои тоже знают что с этим делать потому что мы владеем очень хорошей и эффективной техникой работы мы всегда декларируем права клиента и неоднократно даже в течение сеанса мы можем повторить что только вы хозяин всей этой ситуации и только вы решаете что здесь делать и чего не делать не надо играть в партизана если вам вдруг что-то там не нравится дискомфортно страшно или больно надо немедленно об этом говорить и мы это дело проработаем и устраним и так вы пришли и мы начали работать что вас ждет каждый сеанс состоит из определенных этапов есть различные техники погружения есть различные методики расслабления есть различные методы изучения глубинного прошлого но большинство этапов структуры сеанса они одинаковы причем одинаковы у всех регрессологов которые работают в первую очередь это проходит расслабление этап расслабления потом этап погружения здесь повторюсь могут быть различные техники все зависит от степени гипнабельности человека от степени его так сказать раскачанности то есть если допустим человек много занимается в медитациях или какими-то энергетическими практиками то он легко быстро погружается и этот период очень короткий погружение получается кто-то наоборот долго погружается сложно не может отключиться и нужно применять какие-то дополнительные техники то есть это все тоже можно оговорить так скажем на берегу до все эти нюансы и уже сеанс пойдет по более как бы гладкой гладкой дороге далее что мы делаем далее мы работаем по вашему запросу то есть либо мы идем через тело через трансовую психокоррекцию и при нахождении блокировок мы выясняем их причину их появления и если в причине появления будет значится прошлая жизнь то мы прямо сразу же в эту жизнь и зайдем и будем разбирать эту первую ситуацию а второй путь нашей работы это идти непосредственно сразу в прошлую жизнь и уже там смотреть какая ситуация повлияла на нынешние скажем воплощение какая программа фонит из прошлого в настоящее то есть это в принципе две равноценных дороги можно выбрать и ту и другую и мы решаем уже я в принципе решаю как нам с чего начать то есть смотрим по сам по вашему состоянию по отклику вашей психике выбираем тот или иной путь что можно достигнуть то есть во первых что вы будете чувствовать после сеанса во первых потеря времени то есть по ощущениям когда заканчивается сеанс люди удивляются и говорят а что его два два с лишним часа пролежал вот тут я думал только 20 минут то есть это показатель того что вы погрузились хорошо и вы были в трансовом состоянии далее ясные четкие ответы на ваши вопросы остается запись всегда сеанса то есть вы можете ее потом прослушать и проанализировать еще получить какую-то информацию дополнительно достаточно часто я даю дополнительные задания после сеанса то есть самостоятельную работу для чего это делается но вот я всегда люблю сравнивать такой жизненный пример представьте что вы навели генеральную уборку в квартире вот вылезали все до чисто до скрипа все сияет и сверкает но дальше если вы не будете поддерживать эту чистоту то через какое-то время квартира опять захламиться и будет уже неприглядно то есть домашнее задание она на рассчитана на то чтобы вы поддерживали хотя бы какое-то время свой новый наработанный энергетический уровень то есть в процессе вот трансовой психокоррекции идет мощная энергочистка то есть вы удаляете большое количество негативных блокировок и соответственно у вас повышаются вибрации ваше состояние ощущается как приподнятая наполненная радостью силой вы ощущаете себя таким вот светящимся существом и вот для того чтобы не было отката нужно некоторое время позаниматься самостоятельно для этого есть очень хорошие упражнения несложные абсолютно несложные и если как бы вы уделите себе 10 минут в день это не займет слишком много ваших сил и времени ну и еще я всегда прошу всех клиентов давать обратную связь если что-то получается вас интересующее или наоборот ставящий вопрос новый да то не стесняйтесь пишите пишите на сайт пробуждения либо мне лично то есть мы можем всегда найти ответ на этот вопрос что касается повторных сеансов сразу говорю что я крайне редко сама назначаю повторный сеанс я всегда говорю что вы смотрите сами по своим ощущениям по своим мыслям желанием и готовности проработки следующих программ потому что как бы ни было какой бы мощный и такой сеанс скажем глубокий мы не провели все программы за раз мы не проработаем по той простой причине что вы их копили всю жизнь а некоторые идут еще и по родовым программам и либо из прошлых жизней поэтому естественно они поднимаются послойно с какими-то вы потом будете справляться самостоятельно потому что повысится осознанность и вы будете понимать что откуда берется ну а вот те которые вы не сможете проработать самостоятельно можно прийти на повторный сеанс что касается сроков проведения повторных сеансов то я прошу не ранее чем через две недели именно для того чтобы у вас закрепилась новое энергетическое состояние ну а вообще именно по желанию по ощущению по вашим чувствам очные сеансы которые проводятся с диагностикой адаптометрия они дают представление о том как выглядит ваша аура перед сеансом то есть вы наглядно увидите искажения в ауре какие-то может быть неровности разрывы то есть то что над чем нужно работать эта информация для меня тоже очень важна потому что я именно по ней тоже знаю где какие блокировки есть и для вас тоже будет интересно допустим пройти повторную диагностику через какое-то время допустим месяца через два если вы проходите за это время сеанс регрессии и проводите какие-то практики вот эти упражнения что я даю то это несомненно отразится на ауре на вашей добро пожаловать на сеансы регрессии я с удовольствием вас жду и и приложу все усилия для того чтобы нам вместе разобраться в ваших задачах а для тех кто хочет самостоятельно обучиться получить новые знания получить глубинные знания в сфере регрессии тех я приглашаю на свои курсы обучения на базовый курс на глубинный курс есть еще модули для самостоятельного изучения пожалуйста знакомьтесь и я жду вас на обучении добро пожаловать и и и и и